Привет, друзья, с вами Ева, и сегодня мы будем играть... Угадайте, во что? Во что? Во что? Во что? Леттспейс? Нет, неправильно, это всего лишь хилумбра, в котором мы тогда... Давно-давно, несколько дней назад начали играть с вами. Что же это может быть? Новый цвет? Ты хочешь заполучить его, но не сейчас. Почему? У-ху! Смотрите, что делает этот цвет, вы видите? Дышь! Вах, как надо делать! О-о-о! Вот это классненько! Кстати, надо сейчас на шпучки... Ох, слава богу. Так вот, если ты попробуешь прыгнуть во время отскакивания, произойдет ровно обратное. Что-что-что? Это место теплее, ты больше не ощущаешь холода. Может быть, ты уже не так пуст, как раньше? Может быть, что-то возникло внутри тебя? Я поняла, как это проходить надо. Нужно просто зажать пробел, и тогда человечек не будет прыгать, он будет просто идти, куда вы ему скажете. Дышащий жизнью место, где простой ветерок ощущается, словно воздух, покидающий легкие из самой земли. Ничего себе, загну на снижку. Я, кстати, раньше, когда писала прозу, тоже любила такие на снижки закидываются. Дерее тяжелые камни оставлены на позади. Но что же это может быть? В чем заключается это разлучение? Объяснить можно все, ребята. Было бы желание. Так. Ладно, сюда мы явно не можем пока что зайти. Это было, очевидно, по дикому расстоянию, через которое не переб... Ничего себе, как камера стала двигаться! Вот это гораздо удобнее, нежели было до этого. Серьезно, я уже столько миссий за этого провалить готова была. О, вот и зеленый цветочек. Ах, это, рожица. Я вот не понимаю, она счастливая или угнетающая. Так вот, что я хотела сказать по поводу любви. Любви, мне кажется, я не знаю. Ее очень сложно достичь, потому что каждая обида уменьшает любви. Все меньше и меньше. Это к теме недостижимого, да. Только что просто поднимался к теме. Еще один шаг, чтобы стать чуточку лучше. Лучше мы можем стать только в течение саморазвития нашей жизни. Да, давай показывай мне зеленый цвет. Ну, здорово. Зеленый цвет сделает, конечно, теплое еще. Трища. Вот он как. Ну, понятное дело. А если зажать пробел? Да, без проблем. Ой. Не вышло. А я не понимаю, честно говоря, что нужно сделать. Сейчас я обдумаю это. О, все, я поняла. Нужно было лишь дважды его нажать. Но это странно. Если мне сказали, что дважды прыгнуть не получится. А потом вдруг внезапно получилось. Ну, это хорошо. Я правда не знаю пока зачем. Но явно хорошо. Для чего же нужен нам этот ящик? Да на самом деле усложнит, потому что будет трудно переключаться. Что? А, ну ладно. Видимо, здесь отменены. Хорошо. Теперь я знаю, что мы можем делать. Ты лищ. Так вот, если камера будет двигаться так постоянно, я буду только рада. Но что-то мне подсказывает, что нет. Нет, это плохая. Теперь все понятно. Все встало на свои места. Нужно рисовать эту штукенцию. Вплоть до самого... Ну, до самого этого, как он называется, выступа. Потому что иначе наш человечек не допрыгает. Я сделала это. Я помню о голубом цветном. Тихо, тихо. Парень, парниша. Дружочек, иди ко мне. Пока. Понял, что я могу пройти. На самом деле, было бы удобнее, если бы сделали какие-то клавиши более горячие, что ли. Мне даже не знаю, как сказать. Можно как-нибудь сделать это, блин, более доступно. То есть, ни хрена неудобно. И, кстати, если... А, чуть не упало. Ух. Паралал был бы сейчас. Конкретно такой. Ух ты ж, ё-моё. А что же они раньше-то не вылезли? Ну, давайте, убирайтесь. Ух, слава богу, по два раза. Если... Ммм... Если, если, если... Не убирать вот эти голубые или зеленые штучки, то предотвратить исключительно чекпоинты, иначе никак не выйдет. Бездны... Бездны нужно убирать... Ай! Ну, что такое? Бездны нужно убирать это всё. Иначе... Шарик... Заканчивается. А-а-а! Что же такая паникерша, дружок? У-у-у, пошли. Я почти погладила его по спине. Вы смотрите, как кому ещё удавалось погладить такое милое существо? Да кому угодно, ё-моё. Кроме меня. Интересно, какой цвет будет третьим? Прямо безумно интересно. Что он будет нам давать? Если сейчас за нами точно так же быстро будет гнаться бездна, то я просто чисто физически не успею переключать эти шарики. Это же нужно, блин, руками перебирать по клавиатуре, как пианист. Вы знаете, как инвокер. Это вакуумор, они неподвижны, но не приближайся к ним слишком близко. То что? А, ну понятно, засасывает. Ладно. Интересно. И как это я здесь, простите, пройду? А, я знаю как. У меня есть идея на этот случай. Ой, нету деки. О, есть идейка. С самого начала надо было. А, чёрт! Сейчас, сейчас я это сделаю. Отлично. Не так уж сложно, как казалось бы. Это, знаете, на что похоже. У Стивена Кинга есть такое произведение, которое называется Лангальера. Вот, в общем-то, когда я смотрела фильм, я и книжку читала, в принципе, но и фильмы смотрела. Они показаны вот с такими штучками. И в ловец снов тоже Стивена Кинга. Помните, когда у людей из анального отверстия вылезали страшные такие создания? Ну, в общем-то, у них тоже такое родное. Шах! Ой! Блин, это было жестоко, но что поделать? У меня не было выхода, а-а-а! Не было у меня выхода, выхода не было, чёрт! Где моя зелёная штучка? Вот так. Игра становится всё сложнее, но, на самом деле, мне всё более интересно. Проходите. Смотрите, пейзажики уже даже какие-то начались. Тут, кстати, купила на днях... Нет, бездна не поймает меня. А-а-а! О, господи, я испугалась! Филёр, он создавит новых монстров внутри себя. Окей. Хорошо. Будем знать. Купила тут на днях журнальчик, который называется... Ой, что у нас там? Сначала туда сходим посмотрим. Понятно. Понятно. Нет, мы, конечно, можем пройти. Но знаете с помощью чего? Да-да-да. Ой! Блин, я долго стояла. А-а-а! Ничего, сейчас мы ещё раз сделаем. Быстреееее! Оп, есть. А может быть нам в другую теперь сторону надо было, наоборот? Быстреееее! Здесь определённо просто нужно что-то взять. Хотя что взять? В этой игре, по-моему, ничего не дают. Ну да, точняк. Можно было просто посмотреть. Брать-то ничего не надо было. Купила, говорю себе, этот журнал, связанный с играми. По-моему, называется Мир Игр или как-то так, я уже забыла. В общем-то, ничего интересного в выпуске не было. Он был посвящён целиком Final Fantasy и аниме. А я ни то, ни другое терпеть не могу. Меня абсолютно раздражают эти игры и мультики. Из-за аниме я могу смотреть только, знаете что? Сам скажу. Как-то он называется... А, Ходячий замок я могу смотреть. И призраков. Унесённых. Призраками. Да. Здесь всё очень просто. В общем, этот дурачок должен развернуться. Мы должны запрыгнуть. Вот. И помочь ему скатиться вот туда. И это на самом деле, блин, как-то жестокая в этом плане игра. Ну да ладно. В нашем мире всё жестоко. Вы бы видели видео, которое показывали как-то раз по телевизору, когда, знаете, в какой-то солдатской части солдаты развлекались тем. Ого. Значит, мы встретим людей. Самое время! А-а-а! Есть. Эти солдаты для развлечения лопатой били собаку, которая случайно забрела к ним в часть. Вы представляете? О, здорово. Эти солдатики, они, представляете, избивали бедное животное. Они резали его ножами, они уже вырвали ему глаз. Господи, а это... Ужасно. Я не знаю, как у людей может такое... В голове вообще такая идея появиться. Существовать это не жить, ребят. Вот как раз те люди, которые в армии могут избивать других людей, или животных, или вообще, которые в течение своей жизни могут издеваться над теми, кто слабже. Вот они, я считаю, существуют, а не живые. Это действительно ужасно. Оп-оп-оп-оп. Ага. Ага, обломечка. Нет! Да как так? Она на опережение стреляет, вы видите, что происходит. Я, например, наоборот, сюда только помогаю слабым. Никогда у меня даже мысли не возникало. Нет, ну, знаете, я не отношусь, конечно, к тем, кто там типа и мухи не обидит и бла-бла-бла. Я обижу муху, дай бог, я убью эту муху, потому что я не столько назойливаю. Это, блин, невозможно. Ммм. Здесь уже сложнее смотреть, что получается. Мы должны подняться повыше. Ну, давай, нет. Мы должны подняться повыше, а потом уже прыгать. Кстати, слава богу, что не нужно прям слишком во всяком прыгать, иначе бы у меня эта штука точно засасала. Блин, а бездна, получается, этот лес тоже съест. Знаете, мне кажется, что бездна овстворяет какие-то людские глупости. Ну, например, то, что вот люди вырубают леса, да? Они же как бездна, действительно. Они как бездна. Так. Ну, что нужно обойтись с другой стороны. Они как бездна убирают всё живое на своём пути. Они поглощают это, я не знаю. Зачем хотя? Неужели не хватает каких-то гениальных решений уж нашим-то людям в наше-то поколение время, чтобы, блин, тут же, не знаю, бумагу делать, например, из чего-то другого? Или, господи, зачем ещё нужны деревья? Там, стол, стол. Можно делать из... Пластика? Ну да, у нас есть пластика, стол. Чё-то, я не знаю, мне действительно... Что? Что делать? Что делать? Всё, я умела. Давай быстрее, вставай быстрее, дружочек. От тебя зависит моя жизнь. Ура. Ура. Ну, а теперь жизнь будет зависеть от того, насколько же я ловкая. И забвение, тем более. Забвение, это вообще страшная штука, знаете, когда... Чаще всего нам происходит у людей, которые, допустим, пережили инсульт или что-то вроде этого, когда у них начинаются дикие, большие, безумные проблемы с памятью, вообще с тем, кто их окружает. И я сталкивалась с этим. Это действительно просто ужасно. Все хотят убежать, все хотят убежать от чего-то, и все бегут от чего-то. Парни от армии, например, хотя сейчас, слава богу, уже меньше таких встречают. Чаще всего сейчас парни, наоборот, стремятся идти послужить, быть важными своей родине и прочей ля-ля. На самом деле ля-ля, потому что... Что такое год службы? Это ничего, парни оттуда возвращаются никакими, они остаются такими же охламонами, и ничего, собственно, в их жизни не меняется. А это все так, пыль в глаза. А еще хуже, когда в этой же армии они погибают. Они идут туда с лучшими намерениями, чаще всего, если идут добровольно, а так-то ничего не выходит. Пустыня пепла. Если бы я была парнем, я бы отслужила. Мне кажется, я бы даже в морфлот какой-нибудь пошла. И не вернулась бы никогда на эту планету. Суши. Ого, смотрите, ему жарко, чем мой зайчик бедненький. В пустыне мы с вами поиграем уже в следующий раз. Мы успели собрать два цвета и дважды убежали от бездны. Нам осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, и Нихилумбра закончится. Как и мои ночные философские повествования. Которые, может быть, очень напряжно слушать после тяжелого трудового дня, но я не могу ничего с собой поделать. Нихилумбра – это такая Нихилумбра. Всем спасибо, что были со мной. С вами была Ева. И мы увидимся с вами в следующей серии Нихилумбры, Нихитмана, или Аутласта, или того, что вы посоветуете мне пройти в комментариях. Я буду очень ждать. Всем пока!